Окей. Добрый всем вечер. Добрый всем вечер. Вот полетом птицы, то вы обнаружите, что у нее очень оригинальные экономические представления о том, как надо. И более того, это как надо в некоторых вопросах не имеет аналогов, ну скажем, в требованиях. Таковыми является, для примера, закон о ребит, о процентной ставке, о котором я сегодня буду говорить, о процентном интересе, о многоставщичестве, то, что давать деньги в рост. И законы, скажем, о выкупе рабов. Законы, которые запрещают выдавать рабов, беглых рабов в другую страну. Законы, которые, законы о выкупах земли, не буду. И один из законов, который здесь интересный вопрос, он в Торе, он сформулирован, не притесняйте человек ближнего своего. А в Талмуде он транскрибируется ограничением дохода продавца при перепродаже. Отдельный разговор, насколько можно обмануть, скажем, при продаже клиента. Сирия законов, которые мы видим на эту тему, например, вот сегодня я хотел говорить о, на ростовщичество принято говорить, хотя слово неудобное, но если помнить, что слово рост там в основе лежит, а именно человек дает деньги и хочет получить обратно больше, чем дал, то Тора вообще запрещает давать деньги в рост. Трижды. Вообще на тему вот именно экономических представлений Торы, законов, которые там, и вообще статей по экономике библейского закона и последствий еврейского написано столько, что обобщить это хоть как-то в принципе невозможно. По этому поводу, например, две огромных библиотеки, статей и толстых книг, написанных по двум вопросам, а именно отношение мудрецов к свободному рынку. И вторая тема, не менее важно, отношение мудрецов к закону, связанной с процентом для это самое, законы, связанной с процентом. Люди, которые серьезно пытаются написать очередную монографию на тему, например, законов процента, просто вот те, кто по квалифицированию пишут, что эта тема не обозрена в принципе. То есть даже написать библиографию к этой теме, это несколько тому библиографии, то есть книги, где она обсуждается. По этому поводу, значит, я, естественно, не могу претендовать на то, чтобы как-то глубоко обозрить всю эту тему, но на некоторых вопросах стоит остановиться. Итак, это внутри еврейских дел, пока... Я сейчас скажу про еврейский дел. Давайте так. Все знают, что Библия запрещает, Библия это, в данном случае, запрещает давать деньги в рост. Я сейчас цитаты всенужные приведу. Запрещает давать деньги в рост или одалживать человеку деньги или вещи, еду, например. С тем, чтобы, когда человек будет возвращать, он вернул больше. Это как бы дело общеизвестное, но по моде, скажем, 19 века, ученых 19 века, германских ученых. Которые долго пытались доказать, что там ничего оригинального в Библии нет, и все это откуда-то заимствовано. Все давно устарело и крепко устарело. Значит, кончилось все исследования законов о проценте на рынке, можно ли давать деньги в рост. Кончилось это совершенно потрясающим заявлением. Мы в древнем мире, на востоке, не ближнем, а среднем, но тут трудно, если что называть, каким востоком. Скажем, мы будем говорить о плодородном полумесяце. Это территория нынешнего Ирака. Ирака, ну, немножко туда дальше, до, ну, скажем, до Афганистана нынешнего, до реки Инд. Мы не находим ни одного, ни одну документа, ни одного закона, где запрещалось бы брать проценты по заимствованию. Максимум, что есть, и это много где, это ограничение, сколько можно взять. Скажем, ну, для примера, в греческом или эллинистическом мире, не буду входить в определение, обычный интерес, то есть, сколько можно назначить, какой процент за заим, колеблется 8-10, может быть, процентов годовых. Во втором веке, во втором, да, по-моему, веке до новой эры, у Птоломеев, то есть в Египте, да, в Египте, там, эллинистическая династия, 2% помесячно, то есть 2-4% годовых, совершенно сибирский процент. Но он связан с внутренними обстоятельствами на территории Египта, не будем входить, это внутренние проблемы Египта. Но, то же самое, в Древнем Риме, если вы смотрите, известен один прецедент в 4 веке до новой эры, по-моему, когда был дан закон, который запрещает давать деньги в рост вообще, но то ли это вообще легенда, но в любом случае этот закон был очень быстротным. Иными словами, то, что мы видим в библейском тексте, запрет давать деньги в рост, он уникален для Древнего мира. Мы его аналогов, этому мы не находим нигде. Если, вот я не хочу сейчас входить, потому что это нас немножко отвлечет, то же самое. Так, законы, которые, скажем, велят, в лестнице, которые велят простить долг в Шмидтовый год, опять, не вхожу в подробности пока, они тоже уникальны. Уникальны, что их просто не бывает. Иногда долги бывают в ситуации прощения долгов, но обычно эти ситуации, когда государство объявляет о прощении долгов, это какой-то мощнейший кризис. Чаще политический, чем экономический. Но это все уникальная какая-то система. На самом деле, я действительно серьезно склоняюсь к тому, что в некотором смысле законы Торы – это действительно немножко социалистическая мысль, но на самом деле к таким вещам вот эти ярлыки – это социализм, капитализм, монетаризм и так далее – вешать нельзя. Не подумайте, что я пытаюсь повесить ярлык и сказать, что библейские законы социалистические. Не совсем. Вот один из моих учителей пытался доказать, что идеальный закон Торы – это социал-анархизм. Ну, если учесть, что аргентинец и анархист от рождения, по-моему, от родителей унаследовал анархизм. Это ничего удивительного. Но зато я читал длинную толстую статью. Давайте другую вещь. Знаменитая книга Зомберта «Евреи и деньги». Старательно доказывает, что евреи – это оголделый капитализм. Совершенно оголделый. То есть, очень аккуратно с такими вещами, потому что невозможно поставить ярлык однозначный и пытаться мыслить ярлыками. Надо пытаться каким-то образом понять. По этому поводу я хочу заметить следующее. Основное место Талмуда, где обсуждаются законы, связанные с ростовщиками. Мне очень нравится слово «ростовщик». Оно сразу имеет какой-то плохой оттенок. Оно еврейского, конечно, взгляда, что ростовщик – это нехорошо. Но деньги давать в рост за слово «ростовщик» еще раз. Тут дают деньги в рост. «Законы» – это пятая глава трактата Баба Мация. И как это ни странно, в этой главе очень мало ссылок на библейский текст. Дело в том, что достаточное количество разумных людей замечают, что основные законы, связанные с экономикой, а это законы трактата Баба Мация, одного из самых сложных в Талмуде, они больше базируются, как это сказать, вот слово «свора» есть такое на нишнеицком иврите. Это соображение, какие-то общие правила. Вот здесь начинается следующее, что нам нужны общие какие-то соображения, совершенно теоретические, на основании которых мы строим конкретные законы. Они где-то вот такие. При этом вот эти общие представления, они базируются на той репрессии. Это как-то очень сложный, возвратный способ мышления. По этому поводу мне хочется начать с того, чтобы понять, что, собственно, запрещает Таран. Когда она говорит, что запрещено давать процент, запрещено давать деньги в рост. Хочется понять, что мы можем прочесть в Таре. А что мы домысливаем? Вот как-то попробовать различить, где мы домысливаем, где мы прямо читаем. Если мы принадлежим к саддукейской септе, которая считает, что законодательную силу имеет только то, что прямо прописано в тексте, то, что любой простой человек вычитает в тексте. Вот не более того. То что мы можем вычитать? Теперь вопрос. Мне тексты вам показывать или просто зачинить? Натан, как лучше? Ясно. Показывай, почему нет. Показываешь и переводи, как обычно, нет? Ну, давайте, давайте я попробую. Так, мне нужно. Окей. Значит, итак, первое место, где мы это читаем, это книга «Шмот», то есть «Исход», 22 глава. Глава называется «Мишпатин», законы, законы такие, юридического толка, судебного толка, очень много экономических законов. И там, среди всего прочего, она начинается, вот этот отрывок, о котором я говорю, например, пришельца не обижай, не притесняй пришельцев, потому что сам ты был пришельцем в стране египетской. Никакой вдовы и сироты не притесняй. А если ты будешь притеснять им, то они вдруг закричат ко мне, и я услышу их вопль, и разгорится гнев мой, и я убью вас мечом, и ваши жены будут вдовами, а дети – сироты. То есть, ну, классическое, библейское, то, что называется «Медак Меда», «Медак Негет Меда», который на русский лучше всего переводить, какой монетой ты платишь, такой тебе и отплачивают. Если ты обижаешь доп и сирот, то твоя жена станет вдовой, а твои дети – сиротами. То есть, вот такое-то страница. После чего 24 стихия говорится. «Если ты деньгами сужаешь мой народ». Да, перевод слева, который вы видите, это перевод книжников, которые мне нравятся, и этот перевод сделан под комментарий ибн-эзр. То есть, этот перевод сделан, но мне просто нравится этот перевод, он хорошим русским языком написан. Но учитывайте, что под ибн-эзр. Значит, я серьезно говорю, что считаю, что на данный момент это один из лучших переводов. «Если деньгами сужаешь мой народ, бедняка народа своего, не будь ему притеснителем, не возлагай на него нэших». Вот слово нэших нас будет интересовать, но его надо переводить как процент. Не возлагай на него, ну, лихну тут перевезено, подобным образом. Проблема со словами начинается. Скажем, «Если возьмешь залог одежду твоего ближнего, возврати ему до захода солнца, ибо эта одежда его, единственное его платье прикрыть шкуру, в чем же он будет спать? Он взвопит ко мне, и я услышу, а я ведь милосерден». Понятно, что вот это «взвопит и услышу» это то же самое, что сказано выше про сирот и вдову. Они взвопят, я услышу и разгорится в них. Понятно, что это на нок туда же. Но давайте чуть-чуть вот о ситуации. Первый стих говорит, что если ты судишь кингами мой народ, то есть кого-то из представителей своего народа, бедного, то не бери за это процент. Интерес. О чем идет речь? Давайте контекст. Вот тут полезно понимать контекст, где это сказать. Речь идет о таком бедном, что если ты взял в залог на одолженное его одежду, а это значит, что ты дал ничтожную сумму, и ему не в чем спать, имеется, значит, то, ты должен, чтобы ему было чем прикрыться. Например, человек взял одеяло в залог рубля, который дал, шеки, ну, мишель, десяток, да, то так как человеку нечем будет спать, то верни ему на ночь и возьми что-то другое. То есть, как бы, при таком речь идет о нищете какой-то жуткой. Ибо это его единственная одежда. 26 стих. Она единственный покров. То есть, речь идет о какой-то жуткой бедности. И здесь говорится, что когда речь идет о вот такой жуткой бедности, и ты даешь в долг такому человеку, ты не должен брать за это путь. Вот контекст, где это говорится, это очень важно понимать. Вот эта жуткая бедность, которая здесь говорится, надо понимать вот именно о чем идет речь. Это первый отрыв. В книге Шмот Владимир Джун. Давайте второе. Можно маленький вопрос по звучанию, грамматике? Ты можешь секунду вернуться, где мы сейчас были? Да. Вот вопрос такой. почему не используются нормальные слова для, например, процента? Процент, ну, как бы, рябит, понятно, от слова раф, наверное, лихва, тоже по-русски где-то к этому больше, да, то есть то, что добавляется до слова нэшэх, это кусачка, да, а вот дальше тоже интересно, хаволь-тахволь, тоже как-то странно, вообще хабула это известно, да, хабула, можно было бы сказать, арвут или еще как-то, гораздо более, юридически узаконенные слова, а здесь явно какой-то эмоциональный вклад, нет? И как-то пытаетесь, по-моему, смешать пласты языка, глагол, хаволь, взять в залог, это библейский закон, это библейский залог, библейский, библейский глагол, есть пикадон еще, но дело в том, что пикадон, это вручительное хранение, это не обязательно залог, а именно этот глагол, по всей его библейскому тексту, именно он употребляется, когда речь идет о взятии в залог чего-то, именно по долгу, например, он в таких древних пластах, как в книге Йова, именно он используется, я могу долго перечислить, это правильный глагол, что касается слова нэшик, я чуть-чуть потом попробую поговорить о словах, но дело в том, что библейский и мишнаитский еврей знают только два слова для обозначения таких вещей, а именно нэшик, нэшик, как здесь, и рибит, это слово из более дальнего слова, а рибит это лихва, от слова лагарбот, умножение, собственно, это и есть рост, это и есть интерес, но это слово будет, значит, по поводу слов я чуть-чуть ниже поговорю, дело в том, что слово нэшик есть исследование первой половины двадцатого века, которое доказывает, что это слово заимствованное, оно не родное для еврей. Более родным будет, оно похожее слово, более родным для еврей это будет глагол нэша, нуншингэй, вот этот ка в конце добавлен, нэшэ, да, нэшэ, значит, вот этот ка, он как бы из заимствованное слово. Вообще, появление в экономическом отрытке заимствованных слов, это всегда показатель, нет, это показатель в первую очередь того, что мы участвуем в каком-то международном рынке. Вот, в качестве иллюстрации, я не знаю, нужны ли такие отличения, но в качестве иллюстрации, например, мы обнаруживаем, что под огромное количество всевозможного инструментария в Мишне греческие слова. Это доказывает только то, что рынок во времена Мишны был, имел внешние экономические связи и давление. То есть, вот появление иностранных слов, как сегодня, на самом деле, вы обратите внимание, мы говорим слово банк упорно, да, потому что, почему банк наибрить? У нас есть совершенно замечательное слово позднего Талмуда трапеза, да, а еще более раннего Талмуда и Мишны шульхани, это банк, и это банк, только слово трапеза, это стол на греческом, шульхани, это родной иврит, то же самое перевод на греческое слово, банк, это на самом деле лавка, но лавка в том смысле прилавок, то же самое, да, только теперь на итальянский мы перешли. Появление таких слов, это всегда демонстрация, что мы связаны с этой торговой, то есть, мы в этом связаны. Теперь, дальше про слова наших мы поговорим, что в иврите с этим словом происходит, потому что то, что слово заимствует, это еще не доказано, потому что всегда есть, как мы воспринимаем это слово. Чуть-чуть ниже я поговорю продробно про слова, которые используются, но есть два слова, в слове торбит, а в библейском, в мишнаитском иврите слово торбит перешло в слово рибит, перешло слово рибит, это то же самое, одно понятненькое. Значит. Но с кусачкой не связано? Связано. Сейчас увидим. Дело в том, что совершенно не важно, как слово использовалось в языке, откуда оно пришло. Вопрос, то есть, это важно. Вопрос всегда, что дальше с этим словом происходит в родном языке. Я могу сейчас показать на серии примеров с русским языком такие явления, что слово заимствовано, но оно склонилось к тому, как оно звучит умно, орфоэпически, как оно звучит для носителя языка теперь, что с ними происходит с этим языком, с этим словом. Так вот. Теперь. Вот давайте посмотрим, что мы видим, что, итак, главе Мишпати речь идет о бедности, причем чудовищной деятельности того, кто берет это. Смотрим книговый экран. 25-й глава. Сэпер, ну, там экономика в конце книги вы играете, это очень много экономики. «Если обеднеет брат твой и опустятся руки его рядом с тобой, имхал, поддержи его, пришелец он или поселенец, пусть живет с тобой». Я обращаю внимание, что если в первом отрывке было слово, какие слова надо обращать внимание, ами, народ. Деньги дают народу бедному. То есть здесь брату. Вот здесь уже речь идет о брате. «Если обеднеет брат подержи, пусть живет рядом с тобой, не бери с него нэшахэтарбис, не бери с него процента вытарбит и лихвы, и рост, здесь лихва и рост, побойся Бога и пусть живет твой брат с тобой. Брат. Деньги свои не давай ему в рост и в лихву и не отдавай ему подпроцент, боморбит. Еду. Ну, хлеб, я уже говорил, что слово в данном случае еда. Я, Гошев, ваш Бог, который вывел вас из земли и египетские. и обратите внимание, дальше идет именно опять про братьев, вот я не стал дальше, потому что это нет закона о проценте, но если обеднеет брат твой и его продадут тебе, пусть не работает на тебя как раб, а пусть он работает на тебе как наемный работник. и до юбилейного года, то есть до 50-го года по еврейскому календарю и выйдет он к своей семье, ну и так далее. И не нагружая его тяжкой работой, я, Гошем, твой Бог. Опять, вот здесь, вот что здесь обращать внимание. Речь идет уже не о народе и не о нищете, речь идет именно о брате, братских отношениях. Вот то же самое, рядом вот закон о человеке, который по бедности был продан в рабство. Ну, я не рассказываю, как у мудрецов это трактуется, но то, что там описано, человек был продан в рабство по бедности. Как это чаще всего и бывает с крестьянами. Обычно за долги по бедности это самый частый случай, а у Хазаль это по-другому я вот не вхожу, как это стало будет происходить. Ему нельзя, то есть нормальная братская жизнь не давать ему в дом. значит, теперь и теперь еще третий отрывок, это ближе к концу книги дворим, 23-я глава книги второзакония, там чего только нет, там идет блок законов, которые из самых разных областей, но как бы братскую жизнь описывают. Но вот в этом отрывке говорится следующее, лотоших, не давай лихвы, но обратите внимание, что если как и вы хотите понимать глагол на шах, как укус змеи, то не кусай брата твоего, не давай брату твоему ни серебра, ни съестного, ничего, что можно дать в роз. Ну, вот это сцена подчем. Да. дальше, вот теперь следующий отрывк доволевает, инородцу давай в роз, а брату не давай. То есть вы не можете сказать, что здесь мы имеем дело с некоторыми обществами, где нету понятия давать в роз. Есть, инородцу пожалуйста давай, но брату своему в роз не давай, чтобы благословил тебя Гошем твой Бог всем твоим делам в стране, к которой ты пришел овладеть. Для того, чтобы было понятно, что речь идет о каких-то священных вещах, ровно предварительно, я не случайно поставил девятнадцатый стих, что там рядом сказок. Не приноси выручки распутницы, ну, там слово грубей стоит, зона распутницы, да, или выручки завца в храм. то есть как бы перед этим там еще один закон вообще, который запрещает профессиональную деятельность распутниц, но и распутников, То есть как бы это в рамках такой святой жизни. При этом опять, вот давайте попробуем, что мы здесь видим, какое обстоятельство. Ответ социальное уже. Там братские здесь уже тоже братство, но как бы для всей страны. Теперь, что касается слов наших витарбис, то тут надо знать хозяин. Есть как бы ну пардес, да, четыре уровня комментария Торы, но при этом я хочу заметить, что у Хазаль они четко различают понятие пшат прямой смысл и понятие драж, юридическая толкода. Они четко различают, что совершенно разные мероприятия. поэтому не надо удивляться тому, что регулярно дрошот юридический толкование мудрецов отличается от прямых смыслов. Это разные занятия. Это занятие приблизительно выглядит так. Вот представьте себе судью, который читает документы. действует правило, что судья обязан оперировать то, что он видит собственными глазами. Он читает договор и говорит из этого договора следует написано следующее. Кто-то из сторон говорит, но я же не это имел в виду. Судья, я понимаю, что скорее всего вы не это имели в виду, но в договоре написано вот так. То есть я буквально читаю документы. Это юридическое чтение. Пшат это то, что имел в виду автор. Адреш это то, что я могу вычитать из этого документа. По этому поводу не надо удивляться, когда вы ухазаль видите толкование, которое, например, не укладывается регулярно в мнение классических комментаторов Торы, Игнезры, Раши, естественно. Они просто пытаются сказать о прямом смысле, а иногда вот Раши всегда, когда ему нужно прибегать к драшам, именно к юридическим толкованиям, оговаривает, а Медраш колоха такой. Он просто делает оговорки регулярно. когда он так говорит, надо понимать, что он считает, что это не прямой смысл, но это здесь есть. По этому поводу Хазаль, для Хазаль весьма характерно, что если они видят, что вот в отрывке книги в икра, не бери от него витарбис, что они видят два слова разных, которые вроде бы означают одно и то же, и вот опять витарбис, витарбис, то они как бы считают, что это два разных слова, и они означают должны раз. Есть по этому поводу классические комментарии, по поводу этих слов. Значит, внешне вроде бы говорится, что это разные слова, с разными смыслами, юридически имеют разные смыслы. Есть Медраше и Галаха, где это говорят, что имеют разные смыслы, потом поговорим. Но поэтому поводу, например, Рамбам в галахическом труде, в Мишне Тура, где говорится законник, говорит, что вообще-то это одно и то же. Это полное смысл. Вроде бы в Мишне, в начале пятой главы трактата «Балумыцей», который я упомянул, тоже говорится, что это разные вещи, что такое Тарбит, и там даются разные определения. Но Гемара после этого говорит нечто, что заставляет нас подумать, что это одно и то же, что это семейство. Лучше всех рекорд, вот прежде, чем сказать лучшее объяснение, то я трудно не процитировать Раши книги Шмот про вот этого нищего, который там только одно платье, которое ему на ночь, если он даст какую-то одежду в залог, то ему нечем будет надеть на ночь. Раши комментирует. Нэшах это Рибит, то есть это одно и то же. Шегук нэшахатнахаш, который подобен укусу зми. То есть он в нэшах к слову к укусу зми приводит и абсолютно верно, даже если это слово заимствовано из другого языка и первоначальный смысл у него другой. Но ше это взаимодавец вообще-то. Даже если это аккадское слово, но выбрите его смысл. А что такое взаимодавец? Я не понимаю. Как притеснитель переводится. Правильно. Но дело в том, что если мы начинаем обсуждать как было в оригинальном языке, но ше притеснитель. Не на шех, а на ше. Это другой глагол. Есть глагол нуншинкап. Ну да, но ше притеснитель. Ты сказал за это да. Нуншенгей. Другой глагол. У нас два глагола похожих. Но ше это притеснитель. А но шех это если ивритский родной глагол, то это укус, причем не такой, а укус зми у раши. Теперь, что это подобно укусу жалуз зми, который наносит мелкую рану на ногу, и человек ее не чувствует, и внезапно она рана напухает, и достигает до макушки. Точно так же процент, который не ощущается, и не понимается, и о нем забывает, пока не подымается, и не съедает огромное имущество. то есть нэшах раши понимают именно в смысле как укус, который отравляет весь организм. То есть как бы вот поэтому нэшах как бы для иврита это самое неприятное. и как бы это такой укус змеи, это рана нанесяная, которая будет ощущаться как интересное другое, что когда речь идет о книге Ваикра, Раша там тоже дает комментарий, но он дает комментарий к слову торбит или морбит, который там употребляется, а не употреблено по отношению к бедному. И понятно почему. Так как бедному дается очень мало, то сказать слово морбит, что ты разбогатеешь на нем нет. Разбогатеть на бедном можно при одном условии. Только когда у тебя этих бедных очень много. И ты всем даешь, а с каждого как бы в процентном отношении много, а так грош, но когда их много, они вырастают в реальные огромные дивы. И например, одна из самых выгодных сегодня операций на рынке это мелкие займы, мелкие быстротечные займы, которыми государство пытается раз за разом бороться безуспешно во всех странах. В Америке тогда. Теперь, когда Раша комментирует слово рябит, он говорит да. Он говорит так, как человек стремится к рябит, то есть к выгоде, то ему трудно от него отказаться. И он учит тебе, говорит себе, что это дозволено, потому что у него лежат деньги нерабочие, ботылот, безработные деньги. И для него естественно эти безработные деньги пустить в рост. На самом деле одна из главных проблем. У меня есть миллион. Мне как бы хочется, чтобы этот миллион что-то еще принес. То есть я этот миллион рассматриваю как товар. Мне хочется, он принес. По этому поводу и здесь нужно сказать побойтесь Бога, что это запрещено. Далее Раши говорит вещь, которая является реальностью для его века. Если и оно к тому кстати есть, первая идея, как обойти законы процента и при этом выглядеть порядочным человеком, это очень просто. Надо свои деньги отдать Горю. Ну как отдать? Ну под документы естественно, которые откроют ростовщическую лавку, будут сужать деньги под процент евреям. А дальше Раша говорит, что так как эта тема так как эта тема передана сердце и помыслам, то приходится сказать побойся Бога. Это просто позиция Раша. считается в суде, где сказано в Ерате Ла-Ла-Ла-Каха, что суд не может знать, что происходит, поэтому зато Бог знает. По этому поводу как бы репит это то, что рост это приятно. И здесь есть прекрасность совершенно значит прекраснейшей мэрии, которые неплохо доказывает по тексту, совершенно великолепная вещь. И Раша с ним бы согласился точно. Нэш это для бедного процент для бедного вот этот укус изменения. А торбит это для богатых. То есть тот, кто дает, для него это просто рост. Он просто с этого получает выгоду. А вот для того, тот, кто получает, это Нэшик, это укус совершенно по-моему прекрасный комментарий. То есть это синонимы и они отличаются родно по отношению к этому. Одно дело бедный, который от этого страдает и для него это Нэшик проклятый ростовщик. А для того, кто дает, говорит, какой же я ростовщик. Говорит, о, я такой хороший человек, с чего бы меня вдруг так обзывается. Значит, при этом вот теперь из чтения того, что мы сейчас вот теперь понятно, да? То есть, но теперь давайте вернемся немножко назад и попробуем подумать и понять, о чем идет речь. У нас три закона в Торе, трижды повторяем, и как бы три обстоятельства. Первый процент нищим, запрещают давать под процент нищим, второе обедневшим братьям, третье вроде бы социальные тоже такие понятия. отсюда огромное количество народу, и я, например, в том числе, как бы получается, ну, если вас интересует, я бы сказал, что это потребительский займ, заим. Те самые краткосрочные кредиты, которые сегодня бич некоторых обществ, например, в Америке, кстати, одна из серьезнейших продектов, маленькие краткосрочные кредиты, потребительский займ. Вот давайте сразу замечать, что в экономике принято различать коммерческий займ и потребительский займ. потребительский займ это то, где мы платим просто кредитной карточкой, для того, чтобы купить то, чего хочется в рассрочку. За это с нас берут деньги, ну, все, кому не лень, там есть процент, там все это дело, и это есть потребительский займ. И, собственно, читая Тору, возникает подозрение, что речь идет именно о потребительском займе. то есть это деньги, которые человек берет в долг на текущие траты. Вот давайте скажем так, вот это называется потребительский займ. Коммерческий займ, это чуть-чуть другое. Человек хочет открыть, ну, неважно, давайте я придумаю что-нибудь, пекарню. Денег у него нет, а открыть пекарню, это снять помещение, купить печи, ну, оборудование, все это не дешево, как нетрудно догадаться, он идет к той или иной организации, которая может дать деньги под бизнес, коммерческий займ, получает деньги, там определяется процент, зависит от страны и банка, который дает деньги, там, в немецких банках, немецких, швейцарских, сентрано-европейских, банк очень четко считает, сколько человек может возвращать долг, ну, с этого, находясь в этом месте, там, длинный расчет, банковый расчет и так далее, дальше человек на сколько-то лет живет, кстати, скудно, начинает работать, чтобы погласить этот долг, а потом, вот, когда он долг погасит, он станет, ну, состоятельным можно стать, но он лет на 10-20 становится, собственно, рабом банка. Это коммерческий займ, совершенно другого типа. Вот для того, чтобы понимать, что, например, общее мнение состоит в следующем, что деньги, которые прощаются в Шмидтовый год, каждый седьмой год не юбилейный, а Шмидтовый, в субботний год. Это просроченные займы, то есть прощается только займ, срок погашения которых уже истек. И речь идет именно о коммерческих займах. Ой, извините, я говорю, именно о потребительском займе. Потому что длинные займы, ну, на самом деле субботний год не прощают. Длинный разговор, опять не буду уходить, но чтобы было понятно, что разница между коммерческим и потребительским займом, она есть в времен древнейших, и все понимают эту разницу. Поэтому, читая три отрывка торы, возникает подозрение, что то, что запрещает тора, это именно брать процент за потребительский займ. Дело вот что. И тут начинается действительно некоторые проблемы довольно серьезные. Если тора запрещает коммерческие займы, то никакая нормальная экономика становится невозможной. и это очевидно любому человеку. Причем то, что это со времен древнейших, я хочу привести цитату совершенно из некошерпного источника, в том смысле, что он еврейский, это еврейская книжка, написанная по всей видимости во втором веке до новой эры. То есть она это то, что называется апокрифы, сохранившаяся, эта книга сохранилась на греческом языке, на еврейте нет. Естественно, есть сборник Рава Тагана, не Рава, просто профессор Тагана, где все эти книги переведены обратно на еврей. По-моему, из этих всех книг книгу Бен Сиро уже можно собрать оригиналы всевозможных источников. Дошло очень много оригинальных отрывков, поэтому вполне возможно, что ее можно собрать просто, ну, более-менее даже оригинал прямой еврейский. А так, в основном профессору Кагана пришлось переводить с греческого языка, иногда с каких-то других. Там одна из книг дошла только на языке Гэз, например, древняя, эфиопская. Она ее очень модно сегодня изучает, потому что в эфиопской общине эта книга вполне популярна. Да. Ну, она во всей этой книге очень популярна. Значит, так вот, во втором, где-то, по всей видимости, веке до новой эры, была написана книга, которая называется «Завещание Йоу». В ней как бы в простоте душевный автор рассказывает, какой Йоу был хорош. И что его зря обижали. Там длинно много-много глав. Такое чувство, что автор хочет поспорить с друзьями Йоу и доказать, что Йоу хороший, все его обвинения не на месте. По этому поводу там есть одиннадцатая глава. Довольно смешно выглядящая. Выглядящая на современный взгляд. Еще раз, мы говорим о втором веке до новой эры. То есть 22 века было. Йоу в производстве были путешественники, страйники, которые хотели помогать другим так же, как и я. И хотели они помогать нуждающимся, но у них не было на это деньги. И они приходили ко мне, говорит Йоу в этой книге, но у меня еще раз, это книга о покрытии, художественная книга, умоляем тебя, мы готовы помогать беднее, но мы ничего не нажим. Окажи нам милость, одолжи нам золото, мы поедем и будем торговать в дальних городах, а на прибыль с этой торговли мы будем помогать бедным, а тебе вернем твое. Как бы потрясающая сделка, которая выглядит следующим, ты нам дашь взаим, доходы с этого, займ, мы тебе вернем беспроцентные, обратите внимание, потому что проценты дохода с этого займа мы раздадим бедным. И далее по тексту и слушай это я радовался и неудачный перевод на греческий и процент, который правильно не лишнее, который они получают, а правильно торгует, лихму, который они получают от меня они раздадут нищим. И я давал им под расписку сколько хотели, без залога, и они вели торговлю на мои средства. Иногда они преуспевали и раздавали доход нищим, иногда же их грабили, и они возвращались ко мне и умоляли, будь долготерпелив к нам и отложили в уплату долгу. И я прощал им долг, ну и так. То есть вот то, что вы сейчас читаете, вот этот открыл, чуть-чуть раз. Коммерческий займ, не потребительский, что просто. Мы, на эти деньги будем торговать, откроем бизнес, какой бизнес? Торговый. Собственно, вот такой бизнес, именно такой бизнес вел брат Рамбома, Давид, Раби Давид, брат Рамбома. А Моше был известным консультантом, эконом-консультантом, юристом, экономическим консультантом, это самое. И у него совет. Но, кстати, именно из-за этого Рамбома стал бедным. Потому что второе путешествие брата Давида кончилось полной катастрофой, он пропал со всеми вложенными капиталами. То, что здесь рассказано. Но вот это нормальное коммерческое занятие. Нужен откуда-то займ, чтобы вести коммерческое деньги. Да, Рамбом был очень бедный, потому что деньги, вложенные в Давида, были не только его, но еще инвестором под поручительство самого Радемаше. Вот такая история. Теперь. Вот смотрите. Вот эта история, которую я зачитал, она полезна. все понимают такой классический вариант, что когда человек вкладывает коммерческий займ, дает, то нормально, что он хочет получать с этого выгоден. Если вы это запретите, то вот в такую рискованную деятельность, как международная торговля, а то, что брат Рамбом, брат Рамбома это 12-й год в эре, брат Рамбома занимался крайне рискованным делом, то я могу вам письма самого Рамбома на эту тему принести, это просто очень рискованно. Понятно, что тот, кто вкладывает такие деньги, как бы без процента не вложит. Вот аргумент раш, у меня лежат деньги без дела, поэтому как я могу удержаться и не вложить их в 100%, здесь не работает, там это рискованное вложение. собственно для тех, кто в курсе истории экономики, то эпоха меркантилизма называется, не буду ходить, эпоха активных бирж начинается с простой вещи, ужасно выгодно вложить деньги в корабль, который поедет в Америку и вернется гружен их товар. Там стократная выгода. Беда в том, что таких кораблей очень много пропадает и не все возвращается, поэтому вы либо все потеряете, либо разбогатеете чрезвычайно. Такой риск. Причем пропадает много кораблей, там 4 из 5 будет нормально вполне поначалу это торговля. Для того, чтобы сократить риски, была придумана биржа, где можно было не вкладывать деньги не в один корабль, а в 10 кораблей по частям. Разделить на 10 кораблей и участвовать в компаниях кумпанства. Оно именно для этого придумано. Что я в одиночку снарядить корабль не могу, мы в десятером можем. Это первоначальная идея была. А потом идея, что почему, ежели мы в десятером, и я здесь одно десятое, то почему я не могу разделить свою долю на 10 кораблей. И с этого началась биржевая торговля европейская, начинается вот с этого ход. Но хочу заметить, что чистый торбит, то, что Мэри сказал, то, что делает тот, кто дает для него этот торбит, это просто рост. у него деньги растут, растут, растут. Ничего плохого не нет. По этому поводу впечатление возникает, что библейский текст заключает именно потребительский, вот этот самый страшный долг, который человек погружается все глубже и глубже, и современные рассказы о том, как кто-то регулярно обращается с долгами по кредитной карточке, обращается в ту же кредитную фирму с просьбой наиврить присад хост, по-русски перекредитование, где его долг уже совершенно придет в размеры, фирма предлагает, и он не способен месячной платы устоять, фирма предлагает отформить карты. Один долг разбить на кучу мелких платежей, ну и так далее. Вот это, и это происходит многократно, трехкратные такие действия, когда один еще не погашен. Это совершенно нормальное явление в современном мире. Это такой бич современного мира, люди тонут в долгах. Вот это тот самый наш, который для кредитной компании это моргит, это мои денежки растут. Проблема вот такая. Если вы так сформулируете закон о долге, что речь идет именно о потребительском типа долге, то я бы сказал, что любой нормальный человек моментально соображает тот, кто знает закон, он придумает, как обойти. Дело в том, что то, чего знают хозяевы. Это знали все. Если запретить процент на рынке, а разрешить коммерческую деятельность с ростом, то я всегда смогу придумать, как обойти закон о проценте. И это безнадежно. По этому поводу у Хазаль закон о проценте получает огромное расширение по сравнению с тем, что мы предположим. И там всегда некоторая проблема, которая выглядит так. Давайте я просто начну с мягкой простойки. Мишна, первая Мишна, слушайте, я не буду подробно рассматривать, как мы к этому пришли, но идея вывезет. Значит, Талмуд к первой Мишне на эту тему. Еще раз, это пятая глава траката Баумицыя, средняя врата, если переводить название на русский язык. Средний том, на самом деле. Первый том, последний том и сантритом. Средний том. когда Талмуд обсуждает эту тему, то он утверждает следствие, что есть закон Торы и закон мудрецов. Закон Торы запрещает то, что называется рибитк цуца. Рибитк цуца это нарезанный процент, а именно, пример именно Мишны, Неших одолжил 4 динария и сказал вернешь 5. Дал две корзины пшеницы и сказал вернешь 3. Понимаете? Вот это запрещено именно по закону Торы. Замечу, то, что я сейчас говорю, только аккуратно, то, что я сейчас говорю, это не Мишнайд, это геморрад. Значит, еще раз. По определению займа это закона Торы по определению это когда есть а займ, то есть закон Торы по представлению Толмуда есть два условия. Это именно займ, а не сделка купли-продажи. это установленный процент заранее и вот здесь очень важно это потребительский заряд. О чем идет речь? Дело вот что. Замечу, утверждается, что закон Торы именно такой. Почему? Потому что всегда где появляется тема займа? Дело в том, что пока мы говорим о одолжить деньги, как в Торе. Ведь в Торе написано в книге Шмот в первом отрывке. Им кэцап тэлавэ эт амии. Если деньги тэлавэ одолжишь, даст в долг народу моему, то есть это именно займ. Но всегда есть одна проблема. Я ведь могу не брать займ, а могу сделать следующую стандартную в современном мире сделку. Она в старом мире тоже стандартная была. Например, Равпапа такую сделку совершал ежегодно и стал монополистом на рынке пива. Сделка выглядит так. Я дам тебе сегодня товар на 100, а ты когда его продашь через год вернешь мне 120. Замечу, здесь нет займа. Здесь есть стандартная сделка купли-продаж сегодня. Да, я хочу сразу сказать, уже Мишна эту сделку запрещает в таком форме. Но у нас здесь нет займа. Томут говорит, что ясно, что это займ. Товар на 100 является займом. А требование вернуть 120, но на самом деле это сделка купли-продажи. И обратите внимание, если вы там занимались или говорили с тем, кто занимается, ну, скажем, держит лапу, то регулярно, когда ему приходит какая-нибудь новая фирма продавать, ну, я не знаю, створенный кокин, то она говорит приблизительно следующее, что цена, которую мы ждем от тебя, ну, сколько ты хочешь с этого получить твое дело, а мы хотим от тебя получить столько за банку. Тот, значит, смотрит, думает, я с других получаю столько. Да, но мы, нам не горит, можешь вернуть через полгода. вот стандартный Маосеба Хольгем, то, что называется, каждый день. То же самое здесь. Сделка купли-продажи, она как бы не займ. Мудрецы утверждают, что закон Тары запрещает именно займ. В определение займа входит одна важнейшая вещь. В определение займа я даю деньги или еду, это не важно, скажем, на месяц, а назад хочу получить не те деньги, которые дал, и не ту еду, которую дал, а такую же. То, что Талмуд формулирует крайне остроумно, кэсэплыго цаутнинг. Деньги это то, что тратится. Когда человек одалживает кому-то сотню, он не ждет, что ему отдадут той же купюры или той же монеты. Он предполагает, что ему отдадут другими деньгами, но это главнейший признак займа. В отличие, скажем, от аренды. То есть, это именно займ должен быть. Во-вторых, второй признак, который устанавливают мудрецы, запрещено, второй, это установленный процент. то есть, с самого начала, в момент совершения сделки установлено, что ты, значит, я тебе даю тысячу, ты через год мне вернешь тысячу двести. Это рябит к цуцам. Установлено. Бывают случаи, там дальше, бывают случаи, когда неизвестно, какой будет преребит, какой будет процент, и он может вообще не выражаться в каких-то вещах, тогда это не та вещь, которая запрещена напрямую тонну. Причем, да, предположение о том, что речь идет именно о деньгах, не пройдет, потому что сказано прямо не давая в рост деньги и еду и никакой вещи, которую можно дать в рост, то есть одежда тоже самая. То есть я сегодня тебе дам, ну, правда, сегодня все вещи двух одинаковых вещей, по-моему, не существуют в мире, и сказать, что я тебе даю рубашку, то мне верни, рубашку невозможно, потому что рубашка, они все разные, но в старом мире, когда есть стандарт на ткань, на рубахе, там стандарты довольно твердые, можно было говорить о вещах. То есть определение это займ, а не купли-продажи, и человек оговорен процент. это и есть то, что является запретом коррекции. Проблема вот какая, что, вот честное слово, люди, которым очень хочется дать деньги в рост, придумают сходу, как это войти. Например, оформить это, вот как я сейчас сказал, в виде коммерческого какого-то займа. Есть еще много способов придумать, не буду сейчас говорить, есть некоторая история о том, как оформляются коммерческие займы в аудоизме, их можно оформить, они существуют, их знают, и они разрешены, только нам надо представлять, как это делается аккуратно. Значит, да, сразу замечу, что в Талмуде Равхама предлагает разрешить Гаскарат Маот сдать в аренду монеты. А тогда это не Галваа, тогда это не Зэм, и тут надо понимать, что в те времена была такая вещь, и, например, менялы могли взять в аренду чужие монеты, именно монеты, но там принципиально, а те монеты, которые они взяли, они те же должны были вернуть, нельзя было эти монеты пустить в оборот. Меняли, нужны были чужие монеты для одной простой вещи, для того, чтобы продемонстрировать, как у него много, как и банкирам сегодня, и со времен незапамятных, банкиру всегда надо демонстрировать, как он процветает, да, ежели банкир бедный, то он в скорости в долговую тюрьму попадет вообще-то уже, но предложение считать, что есть Гаскарат Маот, что есть сдача в аренду монет, ну хорошо, ну человек, которому я сдал мои монеты в аренду, их потратил, но когда он будет назначать, я буду требовать у него по закону о пикадон, по закону о врученном на хранение вещи, ну и он мне отдаст такие же монеты или подобные монеты, которые я приму, это пара пустяков светов. замечание Робейну Несима по этому поводу, что если это таким путем пойдет, что вообще закон о проценте исчезнет, оно верно, то есть это отвергается сроку. И вот здесь я хочу заметить одно очень важное. Когда мы об этом все говорим, о займе потребительства, о займе коммерческом, мы нарываемся на одну интересную вообще по правилам Тауму. Если человек, финансовых вопросах, люди хозяева себе и своих денег, и в большинстве случаев если они хотят совершить сделку не так, как оно описано в той, то им никто не запретит. Они должны просто сказать, я эту сделку провожу не так, как описано. Например, закон осторожат возлагает какую-то ответственность, скажем, человеку дали на хранение вещь, ну посторожи здесь, я там сбил. Он возлагает на того, кто взялся посторожить вещь, некоторую ответственность, если он небрежно с ней обращается, он должен заплатиться. Но обе стороны могут договориться до простой вещи. Я, конечно, возьму на хранение, но без ответственности вообще какой бы ты ни был за эту вещь. Ну разве что сам не украду, не присвою. То они вправе это сделать. То же самое. Вообще мужчина, когда берет жену, обязан ее содержать в денежном отношении. Так как это деньги, то муж и жена перед браком могут договориться, даже во время иногда, могут договориться, что муж не будет содержать жену. Так как жена в любой момент может простить эти деньги, то почему она, то она имеет права, именно жена, кстати, скорее больше касается женщины, чем мужчины. Так как женщина имеет такие права, то она может просто закон Тора сказать, что мы женились так, что этот закон нас не касается. То есть на самом деле вот эта финансовая свобода, она считает ее почти всюду действующей, но не в законах о процентах. То есть вы не можете сказать, что я беру деньги под процент, но как бы закон Тора меня не касается. Вопросы мы берем по другим законам. Вот это мы сделаем. Причем более того, здесь происходит страннейшая вещь, что редкостный случай, который ни в одном законодательстве мира нет, быть не может. виновен не только тот, кто дает деньги, запрет нарушает не только тот, кто дает деньги в процентах, запрет нарушает тот, кто берет деньги в процентах. Более того, если вы читаете Рамбома, то закон нарушил писец, который оформил сделку, свидетели, которые подписали эту сделку и вообще все на свете. То есть есть тотальный запрет, такой же, как соблюдение субботы, есть тотальный запрет на получение Вот такого процесса. Еще раз. Закон Тары, по мнению мудрецов, он вот такой. Именно займ, и именно подфиксированный процесс. И в определение займа входит понятие, что он потребительский в том смысле, что деньги непотребительские, что деньги или еда, которая дана под процентом, они будут расходоваться тем, кто получил, и он должен вернуть не то, что взял. Это вот определение. Ну, вот так. Я боюсь, что нам пора кончать, потому что, еще раз, я готов повторить, что тема бесконечная абсолютно, но, по крайней мере, определение всяких вещей, я, кажется, дал. Да? Окей. Народ, есть вопросы? Нет, вопросов нет. У меня есть там с Пикадоном, но не сейчас. Я уже только устала. Ну, какой совершенно закон. Ну, я устала уже, не пойму. Это вещь врученная на хранение, это не займ. Я, получив вещь на хранение, скажу, пришел сосед, сказал, слушай, я уезжаю, похрани мне, у меня тут золотая скульптура, я боюсь, похрани у меня. Это Пикадон. Я не имею права ее тем временем продать, сказав, что я потом такую же куплю и ему отдам. Не, ну, страховые компании и прочее, они же деньги держат, у них какая-то часть Пикадон, нет? В компании никогда. Нет? А в банке, в банках Пикадон или что? Подождите, Пикадон это другое. Вы путаете Пикадон с залогом. Наверное, ну ладно, в другой раз. Я могу объяснять вам, что такое эпатия. Это эпатия, это заклад, подзаклад. Представьте себе, что вы хотите получить у кого-то тысячу баксов, тысячу долларов. Он говорит, я дам, но мне нужна гарантия, что ты вернешь. У тебя есть какая-нибудь ценная вещь? Говоришь, у меня есть монет золотых на тысячу, геней английских 19-го века. Окей, договорились. Ты оставляешь мне на сумму вот эту золотую, золотую геней, и это залог. Если ты не вернешь деньги, эти золотые монеты будут мои. Вот что здесь происходит. Но при этом, если я пришел и принес деньги, а тебе эта контора говорит, а у нас эти деньги мы потратим. Так вот, вот с этого момента эти деньги, в тот момент, когда они были, вот этот заклад превратился в Пикадон. Вы их обязаны хранить. Это обязанность того, кто получил эти деньги и гарантия, что ты именно эту вещь получишь. Это не займ. Это особенность такая займа с залоговой вещью. Окей. Да. Чуть-чуть выше. Окей. Ну хорошо, тогда мы закончим. Да, давайте кончать. Тяжело. Я знаю. Спасибо. Окей, мы на этом заканчиваем. Да, ну интересно. Ужасно интересно. Про деньги просто замечательно. Нет, деньги чуть-чуть. Я понятно говорю, у меня тут вопрос. Я понятно говорю. По-моему, я старался, потому что тема сложная. Сложная, сложная. Да, вообще сложно. Окей, всем счастливо. Суроту. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Всем пока, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok